Молодец мой мальчик, будешь большим чемпионом. Аню Зубрика так зовут этого русского рысака, называют звездной парой. Этот спортивный тандем зачастую обгоняет всех харьковских спортсменов на конных состязаниях. Несколько раз в неделю своего скакуна Аня тренирует на этом манеже в Дергачах, начинает с легкой пробежки. Сначала надо разогреть лошадку, чтобы у нее все мышцы разогрелись, а потом уже можно начинать прыжки с маленькой высоты и потом можно уже повыше делать. Всадник верхом на лошади преодолевает барьеры величиной от 70 сантиметров до полутора метров. Сначала лошадь учит перепрыгивать простые препятствия – чухонец, брусья. Затем барьеры усложняют, ставят несколько параллельных жердей и тренируют скакуна выполнять все в связке. Есть еще очень много декоративных различных препятствий, которые вызывают затруднения у лошадей. Это бывают каменные стенки, так называется препятствие. Оно сплошное, закрытое. Лошадь не видит, не просматривает. Потом бывают, называются заборы, тоже разные цвета. Конкур – это самый молодой вид конного спорта. Ему недавно исполнилось 100 лет. Одни источники утверждают, что впервые соревнования провели во Франции. Другие гласят, что Бельгия стала первопроходцем в состязаниях на лошадях. Для участия в конных состязаниях подойдет не любая лошадь. Четвероногий спортсмен должен быть смелый, сильный, энергичный и амбициозный, как и его хозяин. Как среди кавалеристов, так и среди просто любителей конного спорта интерес к зрелищным прыжкам на скорость возрастал. Буквально за несколько лет конкур включили в Олимпийские игры. Есть лошади так же, как и у людей. Есть спортивный характер, воля к победе, к борьбе. А есть лошадки более тихие, спокойные. Ему будет страшно, он будет и в огонь прыгать. Это лошадь, которая идет и в огонь, и в воды. Он боится, но он идет вперед. У спортивной лошади должен быть один постоянный наездник, чтобы она слушалась и четко выполняла все команды. Посторонний всадник сбивает коня с толку, рассказывают спортсмены. Мы ругаемся, мы редко. У нас полное взаимопонимание уже на протяжении пяти лет. У нас мальчик очень с таким характером. Они любят, когда его гладят, этому ничего не нравится. Погладили – идите. Дали морковочку – идите. За морковку, яблоки и бублики зубр родину продаст, шутит его хозяйка. Рассказывает, рацион спортивной лошади отличается от обычной. В зимнее время года – три раза в день. В летнее, когда проходит большинство соревнований – четыре. Питаться конь должен много и полноценно, чтобы сил хватало на победы. Особый уход должен быть и за телом лошади-чемпиона. Чистка каждый день до работки с утра, потому что они с ночи выкачались в опилочках, все грязные. И после работы зачистить, потому что они мокренькие, потеют и залипают. Несмотря на сложный уход за лошадью и дороговизну конного спорта, хороший скакун стоит несколько тысяч долларов, а занятие верховой ездой – до тысячи гривен в месяц, всадники говорят – оно того стоит. И добавляют – заняться конным спортом никогда не поздно. У нас есть примеры 30, 40, даже 50 лет. Покупают своих лошадей, мы их обучаем. И уже через год, через два они успешно выступают на соревнованиях. Аня со своим четвероногим партнером делится ближайшими планами. Завоевывать награды в этом году спортсмены готовятся по всей Украине. Стимулировать к победе своего зубра хозяйка будет не только яблоками. Никакие лакомства, улыбается всадница, не сравняться со свободой в поле. Мария Жайкова, Алексей Холмык, Объектив неделя.